Ты встала на лыжи, себя не храня, когда навернешься, ты вспомнишь меня. Вообще, женщины и горные лыжи, это как близнецы и сестры. Согласны, да? Вот есть близнецы и братья. И помните, Жванец говорил, умных женщин не бывает, бывают прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры. Но мы перефразировали, сказали так, женщин некрасивых на лыжах не бывает, бывают прелесть какие красивые и ужас какие прекрасные. То есть, ну вот, все то, о чем мы поем, это как бы подтверждает. А вас я помню ежечасно, светило вас затмит едва ли. Мадам, вы так сейчас прекрасны. Неужто вы вчера бухали? На лыжах за тобой скользил, ну прям с упорством, идиота. Не то, чтобы я тебя любил, но полюбить хоть раз охотно. Я увидел ее в шапочке белой, развивался на ветру шарф зеленый. И смотрели мужики обалдело, как красиво намчалась по склону. Я не помню точно, как это было, но писал вчера стихо творение. Угадайте, что меня вызвновило? То ли девочка, а то ли видение. Она идет, как каравелла под чигетским бугром, лавиной снежной среди ясного дня. Я огляну, чтоб посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не навернулся ли я. Сколько камушков на склонах чигета, и сложилось у меня впечатление, Что все было не зимою, а летом. Ну, а девочка, конечно, виденье, и не может это все повториться. Зря писал свое стихо творение, только в сказке может случиться. Станет девочка не просто виденье, она пройдет, как каравелла под чигетским бугром, Лавиной снежной среди ясного дня. Я огляну, чтоб посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не навернулся ли я. А весной линяют всякие звери, эх, напутал из другой этой песни. Я в виденья, ребята, не верил, только с ними стало жить интересней. Миражи сейчас не только пустые, а зимой живут привиденья. Ее змея щица уже на равнине, то ли девочка, а то ли виденье. Она идет, как королева, по московским дворам, и в дождь и снеге с идея с того дня. Я огляну, чтоб посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не навернулся ли я. Чтоб посмотреть, не навернулся ли я. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...